Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре фидера для стиля ловли метод от компании Колмик. Две модельки, таких наиболее бюджетных, для тех, кто не часто, наверное, выезжает в первый вариант, либо тех, кто осваивает метод, либо для тех, кто считает достаточным для себя удилище, скажем так, средней ценовой категории, которые предназначены именно для ловли в стиле метод. Кто, возможно, кто-то не разбирается в этом, да, и боятся брать просто фидера, что они не будут выполнять те функции в методной ловле, что бы они хотели, да, видеть из них. Ну, значит, у нас на обзоре две позиции, как я сказал, это так и называется фидер-метод. Вот, достаточно недавно фидера появились у нас на рынке. В общем-то, я могу сказать, что завоевали популярность, наверное, прежде всего именитой фирмой, раз, от Колмика, да, и второе, это совсем невысокой ценой и надежностью, соответственно. Значит, по строю, сейчас, как обычно, мы разложим это все. Да, сейчас в двух словах буквально скажу по бланку. Зеленоватый, зеленоватый такой цвет раскраски, матовый, матовая зеленка, как ее называют. Небольшие колечки. Вот здесь у нас так вот поставляется фидер, что не видно, что под, ну, из чего рукоятка, грубо говоря, сделана, поэтому, я думаю, сейчас снимем эту защитную бумажку. Значит, что мы здесь видим? Сначала по рукояти. Это обои, ну, среднего такого качества, ну, так как они сделаны, стыкуются с эво с двух сторон на рукояти, ну, соответственно, я не вижу здесь каких-то проблем в плане долговечности. Крайне важный момент, и, в принципе, я его разделяю всецело, потому что этот материал, мой любимый материал, который я тоже часто применяю в своих фидерах, это рабр. Это вот такая торцевая пробочка, рабровая, из раброка, это прорезиненная пробка, которая долговечная, не впитывает воду и прослужит вам очень долго. Ну, соответственно, тарет закрыт фирменной эмблемой «Колмик», где написано «Feeder Collection Колмик» X-Space. Значит, вся фурнитура здесь, ну, не вся, а кольца, неправильно сказал, кольца здесь «Сигайт», то есть достаточно надежные колечки, хорошие, качественные. По катушкодержателю я сюда ставил шеститысячник, совершенно спокойно входит, даже больше, скажешь, сюда восьмитысячная катушка входит. Сейчас мы вот откроем форогрип, посмотрим качество здесь исполнения, но качество вот, ну, в общем-то, идеальное, то есть просто идеальнейше закрыта вот эта вот щель между гильзой, держателем и бланком, то есть действительно фидер хоть и бюджетный, но выполнен достаточно серьезно, то есть у некоторых фирм, не будем показывать пальцем, даже фидера в два раза дороже, в общем-то, имеет похуже качество. Значит, по бланку симпатичный дизайн, лаковый такая вставочка здесь, колечки, у нас он трехчастный идет, и фидера здесь два, как сказал, да, первый это два, и тот, и другой с тестом 20-100 грамм, просто один у нас в росте 330, а второй у нас в росте 360. По вершинкам в комплекте, соответственно, одинаковые две вершинки, кто к тому и к другому фидеру. Вот с такими желтой и красной расцветки. По ощущениям они как будто одинаковы, то есть, скажем так, здесь действительно фидер методный, то есть, здесь нет такого набора вершинок, вершинок, хоть и тест 20-100, здесь нет вершинки мягкие, мягкой на 20 или там на 30 хотя бы грамм, потом там на 60, на 80, на 100, жестче, жестче, жестче. Нет, здесь эти вершинки, по моим ощущениям, в руках, да, практически одинаковые, они очень похожи. Вот желтенькая, она помягче, но вот по моим, опять же, ощущениям, это примерно у нас две унции, да, это примерно 56 грамм. Вот это у нас, ну, как раз где-то под 90 грамм, да, по жесткости. Ну, вот по колечкам, средние колечки, не могу сказать, что маленькие, не крупные, абсолютно точно, но по расстановке колец на вершинках, можете не сомневаться, они не подвержены поломке, поэтому они сами достаточно такие жесткие, мощные, ну, как бы сломать их будет тяжеловато. Ну, тубус бюджетный здесь, ну, он, в принципе, достаточен для двух вершинок всего-навсего. Приятный, кстати говоря, вернусь, катушка-держатель, вот такой фор и гриб приятный, здесь вставка из пробки, да, и Эва. Ну, и, в принципе, он такой плотненький, и сам катушка-держатель достаточно крупный, для того, чтобы сюда можно было установить большого размера катушку, да, под любые, фактически, лапки у катушки. То есть, ну, приятно его держать и приятно закручивать. То есть, вот, скажем так, общее впечатление и впечатление, в принципе, не только моё, а по по продажам, да, по отзывам людей, которые ловят ими часто, особенно вот в этом сезоне ловили часто, надежность. Это вот первый надежность, неприхотливость и, действительно, строй, который позволяет ловить в стиле метод. Ну, давайте измерим тогда транспортная длина. У первого варианта, тот, который 330, 118 транспортная длина, и у 360-го 130 транспортная длина. Значит, рукоятка у 330-го 46, у 360-го 49, и расстояние от центра держателя до кольца 50 сантиметров у 330-го и 55 сантиметров у 360-го. Значит, дальше диаметр колец, кольца одинаковые, ну, нижнее кольцо, да, оно 15 миллиметров. Диаметр бланка 360-й, 15, и 330-й, 13. Вот, в общем-то, такие показатели у нас. По колечкам, по вставкам, да, не надо пугаться, что здесь достаточно маленькое, мелкое кольцо. В принципе, все летит. То есть, я сюда ставил катушку, 8 тысяч не ставил, скажу честно, ну, то есть, не ловил, ставил, 10-тысячную ставил, но не ловил. Но ловил я 6-тысячника. И все улетает, то есть, я как бы проблем не знал, потому что ловли стилеметодными кормушками, с тонкими, с короткими поводками, небольшими совсем. В принципе, это несколько иная ловля, чуть-чуть. Поэтому этот фидер, он подразумевает, что он сможет это сделать. Ну, вот, в двух словах так, давайте вот посмотрим, строй теперь их. Так, разложили мы фидерочки. Ну, с самого младшего начнем. Смотрите, 330. Ну, зелененький такой, темно-зелененький фидерочек. Вот, смотрите, вот строй. Ну, прогрессив, я бы сказал. Такой упругий прогрессив. Действительно, методный строй. С запасом, с таким хорошим. Ну, приятный, приятный. В руках лежит тоже очень легко. То есть, практически невесомый фидер, абсолютно. Толстенькая рукоятка. Такая вот. Но она не портит, скажем так, его и не вызывает неудобств. Наоборот. Мне лично даже как-то комфортнее и приятнее. То есть, ощущение, что в руках лежит фидер достаточно дорогой. Там, как минимум, за две цены. То есть, будете довольны, кто возьмет их в руку. Давайте нагрузим. Ну, вот такой строй. Да, абсолютный прогрессивный строй. Ну, и хороший запас. То есть, ну, до 100 грамм, да. Я, кстати, его нагружал 120-граммовой кормушкой, но, правда, без корма. Ну, не кормушкой, а вес, ну, свинцом, свинцовой. Бросает, как будто и ничего. То есть, как бы, я могу сказать, что я бы сказал, наверное, что здесь 100 грамм, да, верхняя граница, плюс корм. Ну, небольшого объема, естественно, кормушка, да. И от каких весов бросает? Написано 20 грамм у него, да, тест. Но, на самом деле, 20 грамм плюс корм он бросает, конечно, но это фактически вы бросаете. То есть, включаться он начинает от 42 грамм и выше. Вот, вам показываю бланк. 360-ый в руках. Ну, приятный, да, он упругий, посылистый, такой мощный парень, грубо говоря. Да, нагружаем. Ага, посильней. Вот, ага. Ну, вот. Хорошие фидорочки, хорошие. Ничего плохого сказать не могу. Ни по качеству, ни по строю. То есть, все, все удобоваримо очень даже. Приятные палочки, приятные. Друзья мои, ну, посмотрели. Действительно, такой строй методный, как говорят, да. Жестенькие палки, упругие, посылистые. Пара слов о чехле, буквально. Ну, чехол, ну, скажу, что он никакой. То есть, это абсолютно прозрачная тряпочка, которая, в общем-то, проживет там несколько дотракиваний даже, я не знаю, касаний до него. То есть, это прозрачный абсолютно. Ну, то есть, идеально применять от комаров на стеклах. Вот, чтобы не пролетали. Вот, все просвечивается, все прекрасно видно через них, как будто их не существует. Но, тем не менее, вот, они есть, не чехлом мы ловим. Поэтому, производитель на этом сэкономил и правильно сделал. Нет смысла крутой чехол делать и за это переплачивать рыболову потом. Также, имейте в виду, что вы будете обеспечены запасными частями, если сломаете по собственной вине даже. Ну, или там невнимательность, или кто-то вам наступит на него, там, как-то там что-то случится. То есть, даже если вы ломаете фидер, то в период действия акции вы получаете у нас бесплатно запасную часть и восстанавливаете свое удилище, ловите им дальше. Условия получения запасных частей читайте в Multifish, программу лояльности. Если кратко, это три условия. Фидер должен быть куплен у нас. Вы должны быть подписаны на социальные странички, на странички в социальных сетях магазина Multifish и, соответственно, вам еще дается бессрочная гарантия на весь рук службы на заводской брак лично от магазина Multifish. Подробности все, пожалуйста, смотрите там. Всего вам доброго и до новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...